29 ноября в зале администрации района прошло совещание, посвященное подписной кампании, на котором присутствовали заместитель председателя Комитета по делам национальности, связям с соотечественниками и средствами массовой информации по Республике Адыгея Александр Протуренко, директор филиалов и глуп Почта России по Республике Адыгея Антонина Павлухина, главный редактор газеты «Советская Адыгея» Оксана Гамзаева, главный редактор газеты «Адгамак» Тимур Дербе, управляющий делами администрации Рустам Хасанов, главный редактор газеты «Кашхабльские вести», главы сельских поселений, представители почтовых отделений района и средства массовой информации. Вел в совещание первый заместитель главы района Руслан Емыков, который отметил, что Кашхабльский район всегда уделяет особое внимание подписной кампании. В этом году она также, как и в предыдущие годы, должна пройти эффективно, говорит он. Далее слово было предоставлено заместителю председателя комитета по делам национальности, связям с соотечественниками и средствами массовой информации по Республике Адыгея Александру Протуренко. «Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что наряду с теми проблемами, которые существуют у нас, хотелось бы несколько заострить ваше внимание на тех задачах, которые стоят перед нашими двумя республиканскими газетами «Советская Адыгея» и «Адыгена». У нас, как вы знаете, всего лишь две газеты, на них лежит очень большая ответственность, которая возлагается как нормативными руководящими документами федерального уровня, так и уровня республиканского. Одна из приоритетных задач, которая сейчас стоит перед нашими задачами в настоящее время, это публикация материалов и формирование общественного мнения по противодействию экстремизму, проявлениям экстремизма и терроризма. На этой тематике огромное количество материалов, сотни материалов, хочу сказать, за этот год уже вышли на страницах республиканских газет. Поэтому большая ответственность лежит на главных редакторах, как в плане общественной, так и в плане политической. Решая подобные задачи, мы формируем общественное мнение, которое позволяет сохранять то, чем мы гордимся в нашей республике – это стабильность и мир. Поэтому большая просьба от нашего комитета, когда вы будете рассматривать текущие вопросы, решать задачи, все-таки смотрите на проблемы с точки зрения более шире, с точки зрения сохранения стабильности и мир в республике Аделья. Кроме того, хотелось бы еще отметить, что Кашхабльский район традиционно является районом, который не из числа отстающих. Находится в порядке, в передовых рядах по подписке. Хотелось бы пожелать вам, чтобы мы и в этом году, вот в этом очередном, так сказать, полугодии, сохранили вот эту тенденцию позитива и плодотворно работы. Есть опасения, что мы можем провалить эту подписную кампанию, отметила директор филиалов и групп Почта России по республике Аделья Антонина Паухина. Местные власти, районные газеты, республиканские и Почта России – это та тройка, на которых лежит основная проблема задачи по информационной, скажем так, подпитке нашего населения. Александр Александрович сказал, что какие задачи нужно публиковать в СМИ. Задача главных редакторов – осветить это все в своих газетах, а задача почты – донести до населения. Подписная кампания на первое полугодие 2017 года дается очень сложно, хотя навсегда это сложная задача по подписке, но вот это полугодие особенно сложно. Мы, Почта России по республике Аделья, на протяжении двух лет занимали лидирующие позиции в России. Мы были в тройке лучших по подписной кампании по всей России. Это очень отрадно, у нас есть благодарности, есть кубки. Вот мы такая маленькая республика, а тем не менее на фоне Свердловской области, Новосибирской области мы были в тройке лучших. Сейчас, конечно, на сегодняшний день у нас плановые задания, в целом по подписке, я сейчас не говорю про местные здания, мы выполнили лишь на 50%. Единственная газета, которая выходит на родном адыгейском языке, это газета «Адгамак». Хотелось бы, чтобы в целях сохранения национальной культуры и языка подписке этой газеты было уделено более должное внимание. Я хотел бы озвучить, что с 1 декабря по 11 декабря состоится всероссийская декада подписки, и стоимость нашей газеты будет снижена и будет составлять 591 рублей. Сегодня она составляет 626. Если сравнивать с прошлым полугодием, то в прошлом полугодии стоимость нашей газеты составляла 892 рубля. Так как мы вошли в реестр социально значимых изданий, мы смогли снизить стоимость газеты. Также вы можете подписаться на нашу газету через киоск, который находится в Майкопе, но доставкой вы будете заниматься сами. Стоимость подписки составляет 150 рублей за один экземпляр. Есть еще один вариант, что в Геновском районе газета «Заря» проводит подписку за 200 рублей. Вы можете привозить газету оттуда. Но это получается, минуя почту тоже. Было бы лучше, конечно, если бы вы подписывались через почтовое отделение связи и выполнили план подписки. Управляющий делами администрации Рустам Хасанов также отметил, что администрация района примет все необходимые меры для успешного завершения подписной кампании. Хочется надеяться, что после нашего совещания к этой работе нам подпишется Почта России полностью и поможет подписной кампания. Нам надо сработаться, чтобы полностью планы показать доведенные нам были выполнены. Все наши коллеги ждут именно льготной подписки. С 1 декабря я уверен, что у нас подписная кампания активизируется и планы показательным поднимем и выполнен. Я могу вас заверить в этом. Важность хочу отметить для нас и для ГАЛ-последних, как и знают в наших газетах. Это первое. Там чатаются все наши нормативные документы. Оно нам в первую очередь нужно. Второе, важно считать, что информация, которая есть в соцсетях и так далее, мягко сказать, довольно искаженная во многих вариантах, а наше официальное СМИ, оно отражает правдиво, точно и все социально-экономически значимые мероприятия республики и в частности наши районы. Это информация первой из газет.